Надеюсь, многим будет приятно вспомнить трудные 90-е. Всем привет! Мы вместе с ИП продолжаем серию ностальгирующих роликов. Сегодня мы вернёмся в период 92-93 года. Вот видите перед вами на столе те предметы, которые были в ходу в те суровые времена. Вот они, наши миллионы. Пятитысячными купюрами. Были ещё десятитысячные, но их было меньше. А вот пятитысячных было много. Но, к сожалению, такие большие пачки были не у каждого в руках. Конечно, некоторые занимались тем, что привозили джинсу, гоняли вагонами продукты, которые были в дефиците. Они могли иметь таких денег. А простой работяга, который приходил с фабрики, с шахты, с завода, таких денег не видел. И мы выписывали чековую книжку. А ещё лучше. Давали талоны. Вот перед вами. Шахтёрские талоны на питание. Это всё, на что мог рассчитывать шахтёр, которому задерживали зарплату по 3-4, а иногда и больше месяцев. Наши родители получали такие талоны. Вот талоны Абайской швейной фабрики. На эти клочки бумажки с печатями можно было купить элементарные продукты питания. Хлеб, консервы, тушёнку. И уже это радовало людей, потому что на полках в магазине было очень мало чего интересного. Вы все, наверное, хорошо помните те самые истории, когда, заходя в советский магазин самообслуживания, были пустые полки. Так вот, продавцам давали задания. Для того, чтобы создать иллюзию наполнения товара, они ставили всё самое ненужное и невостребованное на полки пирамидками. Такими большими пирамидками. Для того, чтобы создать иллюзию того, что в магазине есть хоть какой-то товар. Так, приходилось стоять в больших очередях. Ну и даже стоять в очереди приходилось только после того, как ты имеешь вот такую книжку с талонами. Её сначала надо было получить, а уже потом отрезать талончик. Вот, мая 92-го года талон. Это на любую группу товаров. Самые ходовые, естественно, были водка и табак. Очередь занимали с раннего утра и стояли порой в ней до позднего вечера, меняя друг с другом. Вот перед вами те самые пачки сигарет, которые очень часто отоваривали на эти талоны. Это индийские сигареты, Панама и Сквайер. Это считалось самой дешёвой сигарет, самой плохой на тот период. Все гонялись за нашими столичными и космосом производства алматистской табачной фабрики. Продав такую пачку, можно было... Например, космос у спекулянтов стоил 5 рублей, столичные стоили 4 рубля. То есть, купив в магазине их за гораздо меньшие деньги, можно было получить прекрасную прибыль. И многие, кто не курил, пользовались этой ситуацией и получали хоть какие-то наличности. В очереди за сахаром стояли от мала до велика. Чтобы получить вот такой вот мешочек сахара, многие из вас помнят вот этот фокус. Оп! И номерочек. Если помните, пишите в комментариях, ставьте нам лайки. Вот так вот. Это лайк. Но в суровые 90-е годы лайк это было, когда у тебя вот такой номерочек написан на руке. Это значит, твой номер строго зафиксирован в очереди. И у тебя есть все шансы уйти домой. Допустим, сделать какие-то дела. И через час-полтора, когда завезут товар в магазин, прийти, показать вот этот пароль ответственному за очередь. Встать в нее. И принести домой килограмм сахара. Или 200 грамм масла. Это уже была маленькая победа. Ну, жидкая валюта, водка всегда была в цене. Хорошо пошла. Но не у каждого была возможность ее достать. Но зато тот, кто ее доставал, был очень важным человеком. Все помнят рояль-спирт. И что с ним делали? Вот перед вами этикеточки. Те, кто был самый ушлый, имели связи в типографиях. Штамповали вот такие этикеточки. Закупались роялем. Бодяжили его. И разливали по бутылкам. Водка уходила в лед. Множество историй по этому поводу есть. Я думаю, мы с Игорем Павловичем обязательно посвятим этому отдельный ролик. Покажем вам и те самые бутылки. И расскажем самые замечательные истории. Очень интересная память о том, как все это происходило. Вот. У меня мама работала на этой фабрике. Сам стоял в очередях. Сам знаю, что такое получить на этот талончик 2-3 булки хлеба. И быть довольно безумно радостным возвращаться домой. Помню, один раз стоял в очереди в магазине. И надо было сдать бутылки молочные и приобрести молоко. Но случилось что-то неожиданное. Привезли сгущенку. Сгущенка страшный дефицит. Но опять-таки было условие. Сгущенку давали только тем, у кого были бутылки на обмен. Две бутылки. Возможность купить одну банку сгущенки. Молока я тогда не купил. Но сгущенки 4 банки домой я приволок. Счастье было безумное. Сигареты. И вот, поскольку у нас в семье никто не курил, вот поэтому они и сохранились. Собственно говоря, сам занимался тем, что все отваренные сигареты сбывал своим знакомым. Был случай, когда накопилось большое количество сигарет в доме. Когда 2-3 месяца сигареты не завозились в магазин для товарки. И потом получилось встать в очередь и отовариться. Так вот, продав все эти сигареты, я принес домой больше, чем отец зарабатывал за месяц в шахте. Печальная история, конечно. Но тогда эти деньги очень сильно выручили нашу семью. Казахстан еще не ввел собственную валюту. И поэтому в ходу были наши деревянные советские рубли. Но в 93-м году периодически в обращении начали попадаться вот такие денежки. 100 рублей, 200 рублей и 500 рублей, на которых было написано «Банк России». Мы интуитивно чувствовали, что эти новые деньги будут более востребованы, чем деревянные советские рубли. Ведь на них же уже было написано «Банк России». И гонялись в кассах для того, чтобы забрать эти денежки. Потому что все знали, что если ты поедешь в гости к родственникам в Россию, то с советскими рублями делать тебе там будет уже нечего. А вот с этими новыми рублями «Банк России» можно было спокойно ехать в дальние путешествия. Прогорев на том, что вложили деньги на сберкнижку, и видя, что невозможно их получить никоим образом, люди всячески пытались вложить свои оставшиеся сбережения хоть куда-то, лишь бы сохранить эти деньги. Вот перед вами облигации. Самые первые облигации, которые выпущены были в Республике Казахстан, как видите, номиналы еще в рублях. 250, 500 и 1000 рублей. Люди покупали с радостью даже их. Хотя, к тому моменту, когда должны были произвестись выплаты, а здесь мы можем прочитать, что государственные облигации 92-го года, гашение этих облигаций должно было производиться, вы вдумайтесь, в 2012 году. Что представляли из себя эти облигации уже в ноябре 93-го, когда был переход на новую валюту тенге, и они были пересчитаны по курсу 1,500, то есть вот это 2 тенге. Ну, что можно было купить на 2 тенге в 2012 году, я думаю, говорить вам не надо. Вы все прекрасно знаете. Поэтому те, кто пытался спасти свои деньги, вложив их в облигации, пролетели, как фанеры над Парижем. Многие даже не сумели вернуть даже те жалкие деньги, которые они вложили в эти облигации. Поэтому у некоторых до сих пор в семьях хранятся вот эти вот первые ценные бумаги Республики Казахстан. Ну, а с советских времен, эпоха дефицита, многие сохранили вот такие облигации. Сохранили, собственно говоря, потому что ничего не оставалось делать. Вот перед вами облигация на получение автомобиля Таврия ЗАЗ-1102. А еще облигация на получение светного телевизора. Все эти облигации, к сожалению, остались неотоваренными. Нас в очередной раз обманули. Все наши деньги превратились в ничто. Всем удачи! Ждите новых роликов. Подсказывайте нам темы, которые вы хотите услышать. Ну и не забывайте ставить лайки. Субтитры создавал DimaTorzok